всем привет собираю я блок цилиндров вот уже установил коленвал шатуны поршня и теперь пришла очередь масляного насоса ну просто так тупо восстановить установить не хотелось бы хотелось бы его проверить для этого он у меня уже снятый помытый сальник вытащим показываю разбираем масляный насос чтобы снять крышку разобрать масляный насос нам нужно открутить 6 болтиков 1 2 3 4 5 6 шестигранник здесь внутренний на каждом болту об шестигранник по грани на 5 сам шестигранник это то есть внутренние грани которые в болтах шестигранник на 5 отворачиваем затянуты они достаточно так сказать плотно и уже разбирал сейчас просто показываю на видео отворачиваем отвернули шесть болтов и наш насос сидит вот на этих вот шестигранник на 5 штифтах 12 когда он разбирается первый раз его очень сложно ну как сложно нужно подковыривать отверточкой сейчас так как он у меня уже был разобран видите легко его снимаю так одной рукой совсем удобно двумя руками штифты вышли и вот здесь внутри находятся две шестерни вот это внутренняя шестерня показываю поближе внутренние шестерни она ведущая а наружные ведомые что нам нужно проверить первым делом нам нужно хотя бы чуть-чуть его протереть масляный насос протираем его для того чтобы произвести замеры эти замеры нам будут необходимы для того чтобы знать в хорошем состоянии масляный насос или так себе стоит его менять или еще можно поездить первое что мы смотрим вот эти вот риски если они достаточно глубокие тут как вам сказать есть они насколько они глубокие покажут только размеры я не могу сказать что они прям тут убийственные потому что разбирают другие насосы рабочие и давление на двигателе хорошие примерно вот такие же риски и присутствуют вытаскиваем ведущую шестерню ведомую шестерню то же самое протираем измеряем гнездо само само гнездо где крутятся шестерни диаметр его должен быть не менее или не более 75 и одна десятых то есть вот так вот мире так что было понятней так вот по этому внешнему кругу камере 75 целых и одна десятых миллиметра измеряем штангелем так 75 и 1 то есть диаметр соответствует теперь измеряем толщину вот этого вот отлива который разделяет ведомую шестерню которую здесь внутри и ведущую она должна быть толщина не менее 3,4 миллиметра так у нас получается 3,6 миллиметра то есть соответствует то есть ведущая шестерня крутится относительно ведомой шестерни и не болтается прижимается как положено то есть вот эти диаметры соответствуют это первый диаметр вот этот второй ну то есть мы не сам диаметр мерим а мерим вот этого утолщения между ведомой и ведущей шестерни еще раз замерим 3,5 сейчас второй получилась 5 десятых но не менее чем 3,4 теперь нам нужно замерить ведущую шестерню то есть вот эту вот маленькую с зубьями которые наружи вот так вот вот так вот сейчас мы ее померим мерим ведущую шестерню так у нас получается 7,47 еще в одном месте померим 7,47 даже 7,475 еще раз замерим то же самое 7,47 то есть толщина ведущей шестерни соответствует соответствует теперь мерим измеряем ведомую шестерню то есть у которой зубья внутри находятся или шлицы как правильно даже тоже не знаю толщина ведущей должна быть не менее толщина ведомой ведущая 7,42 не менее чем 7,42 у нас 7,47 то есть на пять десяток на пять суток на пять суток она больше минимально допустимого размера а ведомая должна быть 7,35 измеряем ведомую шестерню 7,47 то есть еще до износа здесь как до луны пешком далее проверяем осевой зазор на ведущей шестерне естественно все это протираем так как сами шестерни в отличном состоянии нужно промерить осевой зазор у ведущей шестерни он должен быть не более 0,12 мм измеряем при помощи линейки металлической и щупа 0,12 не идет то есть осевой зазор не увеличен теперь проверяем осевой зазор ведомой шестерни он должен быть не более 0,15 мм выставляем щуп естественно все это надо будет протереть фасками вот здесь вот на шестернях есть фаски с одной стороны есть а с другой стороны нет обязательно кладем в сторону корпуса ставим линейку и измеряем никаких зазоров нет этот насос находится в идеальном состоянии что мы имеем измеряем диаметр вот этого гнезда соответствует 75,1 мм толщина вот этой разделительной разделительного отлива даже немножко больше и толщина или ну да толщина звездочек вернее шестерен вот эта ведущая вот эта ведомая больше чем допустимая толщина то есть масляный насос относительно шестерен относительно диаметров находится в прекрасном состоянии и то что мы имеем вот здесь вот небольшие задиры вот эти вот ну это извините в каждом масляном насосе вот сколько я их разбирал ну не менее двух десятков в каждом масляном насосе вот эти вот задиры есть то есть вот этот масляный насос со своими шестеренами корпус соответствует заявленным требованиям то есть его менять не нужно я его просто сейчас соберу на свое место поставлю и все и пусть он дальше далее работает теперь наша задача правильно собрать его здесь на ведомой шестерне и на ведущей есть фаски вот этими фасками нужно ложить во внутрь корпуса масляного насоса еще раз протеряем перед сборкой ведущая шестерня ведомая еще раз обращаю ваше внимание здесь вот есть фаски так вот они вот они фасочки а с этой стороны этих фасок нету так вот вот этими фасками мы должны уложить во внутрь корпуса масляного насоса ну перед этим конечно смазать шестерню чистым моторным маслом вот смазали то же самое фаски вот с этой стороны фаски мы должны уложить ведущую шестерню все теперь нам осталось собрать масляный насос вот это его корпус вот эта крышка собираем вот 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 необходимо чтобы вот эти два штифта встали на место видите ничего не должно болтаться все Насос собран Теперь Закручиваем 6 болтов Диаметр болтов на 6 Внутренний шестигранник на 5 Момент затяжки 10-12 ньютон Прокладки там Между масляным насосом и его крышкой Никакой нет Все сопрягается За счет четкой обработки Металла Поэтому затяжку нужно производить Тщательно То есть Никак попало, не забыть про это Затягиваем крест-накрест Сначала с одной стороны Слегка подтянули Потом с другой стороны Следующий болт С одной стороны С другой стороны Масляный насос работал хорошо Но при сборке Вот сейчас я собираю двигатель Я как бы Лишний раз убедился Что он в отличном состоянии Все нормально работает Ну еще бы конечно неплохо было Посмотреть на редукционный клапан Возможно сейчас я это и сделаю Подтягиваю болтики Еще раз говорю 10-12 ньютон Можно Если есть опыт от руки Если нет Значит динамометрическим ключом Редукционный клапан Вот он Здесь что может быть Либо он может закусывать Либо пружинка сломана Или растянута Что смотреть Не смотреть Даже не знаю Перед установкой Масляного насоса Проверяем вот эту плоскость Чтобы она была Без заусенцев Здесь вот какие-то есть Вот И Будем ложить прокладку Из набора Мне был куплен набор Для ремонта двигателя И немножко герметика